Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем читать книгу «Бытия», 25 глава, с 29 по 34 стих. И вопрос, который мы поставим перед собою, приобрел ли Яков первородство за чечевичную похлебку, или Исаф потерял первородство из-за похлебки? Итак, я обозначил два подхода к этому вопросу, но это очень важно. Сначала прочитаем текст, который мы будем рассматривать. 25 глава книги «Бытия», с 29 по 34 стих. Мы находим следующие слова. «И сварил Яков кушание, а Исаф пришел с поля усталый. И сказал Исаф Якову, дай мне поесть красного-красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание едом». Здесь мы видим, что вот эта ситуация с чечевичной похлебкой оказалась чем-то очень значимым в жизни Исафа и оказалась характеристикой для Исафа. Не случайно, что ему дали вот это прозвание едом, то есть красной. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Почему Яков предлагает эту сделку? Яков не видел в Исафе качества человека, который мог стать на оси патриархом еврейского народа. Он был слишком плотяный человек, слишком привязанный к пище, к каким-то материальным началам человеческой жизни. И, скорее всего, Яков решил перепроверить свое вот это ощущение, а не то, чтобы подставить Исафа. Поэтому Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. То есть, если Исаф ради чечевичной похлебки откажется от первородства, то совершенно очевидно, он не достоин его. И хотя это не кажется оправданием для Якова, когда он потом будет обманывать своего отца, слепого Исаака, но это как-то все-таки объясняет ситуацию. То есть, Исаф сам теряет собственное первородство задолго до того, как Яков обманывает отца Исаака, прикидываясь Исафом. Исаак сказал, то есть, на предложение Якова, продай мне теперь же свое первородство. Вот я умираю, что мне в этом первородстве? Конечно, это все наиграно. Он пришел в свой дом, он мог там зайти к матери, к отцу, кому-то еще, и получить пищу, но вот он хочет немедленно, теперь получить то, что он хочет. То, что на столе, то, что горячее, это красное, красное. И здесь уже Яков абсолютно убеждается в том, что этот человек не достоин быть на оси, то есть, патриархом Божьего народа. И Яков сказал, поклянись мне теперь же, то есть, в том, что тебе это не нужно. Он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Яков Исафу хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаф первородство. То есть, сам Исаф пренебрег первородство. Ел – пил, встал – пошел. То есть, это для него было что-то обычное. То есть, он не дорожил этим первородством. Проблема Исафа – это проблема каждого человека, который не дорожит теми благословениями и теми преимуществами, которые он имеет в народе Божьем. Все мы стали свидетели того, как во время эпидемии коронавируса храмы оказались закрыты. Все мы должны были соблюдать социальную дистанцию. Мы не можем нарушать эту дистанцию для приветствия братьев и сестер. С чем это может быть связано? Может быть, мы не ценили то, что имели, что все храмы были открыты, и мы могли приходить в любой храм, мы могли приветствовать наших братьев и сестер рукопожатием, лапзанием, но мы не дорожили этим. И сейчас ситуация продолжается во всей той сложности, которая, как нечто необходимое, навязывается нам. Проблема Исафа – это проблема многих людей, людей, которые ради материальных благ готовы разменять духовные блага, отказаться от них, отречься, как бы швырнуть их за спину. Как бы это не самое важное в нашей жизни. Поэтому, скорее всего, Иаков предложил Исафу тест, чтобы тот перепроверил себя, а имеет ли он право быть на оси патриархом или нет. И Библия, подводя итог этой истории, и сообщает нам в 34 стихе «И пренебрег Исаф первородством». «Сам пренебрег». Когда мы говорим об этом сюжете, мы отделяем его от сюжета, где описывается обман Иаковом Исаака. Но эти два сюжета, они взаимосвязаны. Бог бы не попустил вложить в сердце Ревеке вот эту мысль, подговорить сына Иакова, чтобы он имитировал Исафа. Но это произошло, потому что была вина самого Исафа. И если иногда мы что-то теряем в этой жизни, и нам кажется, что мы несправедливо пострадали, на самом деле это не так. Мы должны заглянуть в свое прошлое, покопаться там. Может быть, был момент, когда мы сами отказались от того, что мы имели. И потеряв нечто, теперь дорожим и сокрушаемся об этом. И еще один текст, который касается Исафа и Иакова, и который в связи с тем вопросом, который мы рассматриваем, мы не можем оставить без внимания. Это послание к римлянам, 9 глава, 13 по 16 стих. Здесь мы находим следующие слова. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исафа возненавидел. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Бог, как сердцеведец, Он смотрит не на наше лицо, Он смотрит на наше сердце. И Он видит наше реальное состояние. И в апостольских посланиях также говорится, прежде чем они родились, то есть Исаф и Иаков, и что-либо сделали, я одного возлюбил, другого возненавидел. Бог не ограничен ни временем, ни пространством. В нем, как настоящее, присутствует наш первый вздох и наш последний выдох. Он объемлет пространство и время. Он господин этого мира. Урок, который мы сегодня с вами изучили, это урок о том, что ничего не проходит бесследно. И любая наша ошибка, допущенная особенно в молодости, она может обернуться трагедией в более зрелые годы. Считается, что Иаков готовил чечевичную похлебку из красной чечевицы, потому что в еврейском народе до сих пор принято, когда умирает великий человек, значимый человек в семье, готовить красную чечевицу. И древние экзегеты связывают это событие со смертью Авраама. Когда Авраам умер, мы можем в этом убедиться по числам, Исафу и Иакову было по 15 лет. То есть они пребывали в школе Авраама. Обучение детей начиналось с пятилетнего возраста, как минимум десятилетку они получили нормальное образование. Но один эти знания использовал в своей жизни, находил им применение, а другой нет. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok